В прошлый раз наши герои достаточно просто преодолели все испытания, а те трудности, которые они пережили, не идут ни в какие сравнения с тем, что их ждет в этот раз. Нет, почему? Собика, вернись! Вернись немедленно! Нет, почему? Почему именно сейчас? Почему именно здесь? А слышали ли вы? Новость дня! Короче, какой-то стример настолько лох, что вчера провел спонсорский стрим, который надо было провести сегодня! Представляете? И стример-лох будет проводить его заново, получается? А? Ой, ладно, ну знаете, теперь давайте обо мне так и быть. Сейчас мы стартуем с вами наше приключение опять в WoW Classic Hardcore. Не просто абы какие приключения, а с нашей любимой Сопой. Вот ведь мы ее будем сегодня учить уже танковать по-серьезному. Детство закончилось, все! Сапико, скульптс, проснись! Уолтер! Убери свой член подальше от моего лица, Уолтер! Я не буду заниматься с тобой сексом сейчас, Уолтер! Блин, таким голосом реально все звучит смешно, что нигде не скажи. Анус! Я не хочу подставлять тебе анус! Убери руки от моего ануса и трогай его! А Сапико опаздывает на урок, 15.32. Здравствуйте, Аркадий! Извините за опоздание. Пожалуйста, выйдите и зайдите нормально, как положено. Да, еще... Все, я зашла. Что, все, я зашла? Что это такое? Извините за опоздание, я в столовой задержалась. У вас дежурство было или что? Да, да. Я спрошу потом у старосты, действительно ли вас распределяли на дежурство в столовой. Ладно, хорошо. Что мы, альянсеры, говорим друг другу при встрече? ГЦ. Нет, это мы говорим как воверы, как альянсеры. Что мы говорим друг другу при встрече? Сосиба. Это в том числе. А еще? Слава... Так, ладно, давайте успокоимся на этом моменте. Хорошо? Хорошо. Сегодня у нас немножко ускоренная программа. Спасибо. Вот, поэтому придется учиться быстро. Вы способны учиться быстро? Конечно. Отвечайте быстро. Да. Это было недостаточно быстро. Ответьте быстрее. Да. Ну что, да, 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 быстрей. Да, есть, yes, я. Смотрите, смотрите, смотрите на него, посмотрите. Это мой ученик. Сафако. Смотрите, как он успешен. Смотрите, какие доспехи, какой меч, какой щит, какой уровень. И смотрите, какой рост. Не то же вы. Вот вы будете такой же высокой. Да? Крутой. О-о-о. Если будете прилежно учиться. Идемте. А почему вы тогда невысокий? Сафако. Потому что настоящий учитель не может вещать свысока. Ему нужно опуститься на уровень ученика, чтобы иметь с ним более плотный контакт. Лицом к лицу, чтобы быть с учеником. Конечно. Смотрите. Неудачник. Все, идемте дальше. Сейчас я соберу траву. Ну, у нас на практике... Ой, я боялась, что вы хотите собрать корову, а не траву. Убить корову? Хорошо. Нет, нет, нет. Сорвать с нее шкуру? Хорошо. Не знаю, зачем нам это нужно было, но раз вы настаиваете... Язык мой, враг мой. Так, вот вам тоже от меня сегодня подарок. Возьмите. О-о-о. Тахилка? Да, перетащите ее на панель. Есть. Спасибо. И вам тоже. Спасибо. Так, познакомьтесь, кстати, с нашим новым учеником. Он будет заниматься с нами в одной группе. Он приехал из-за границы. Так. Как его зовут? Зовут жестокер. Подождите здесь. Пять минуток. Я сейчас вернусь. Это же... Это же явно не принято. Что такое? Честь. Что произошло? Что есть? Там погибший. Честь. Отдала честь. Как он умер, интересно? Паук его убил? Софа, это кобальт-проходчик. А, ой. Я отдала честь ему? Вы отдали ему свою честь? Сраному кобальду шестого уровня? А, ой. Он очень похож на... На кого это он похож? Ну, я подумала, что это двор в костюме крысы. Не знаю. Шапка интересная. Ну, типичная ситуация. Идешь, идешь, двор в костюме крысы. О, боже. Неудачники. Идемте отсюда. Они неудачники. Почему? По жизни. Соф. О, а что это за машина? Сейчас, секундочку. А что это? Машина? А что-то тут сломанное сейчас. И вот она бежит, не подозревая в опасности, которая крадется с ней сбоку. Что же ответит она? А что подбит у бандит из Братства Справедливости щадить он ее не будет? А-а-а! Это уже не учение, а сапака. Это настоящая жизнь. Какую ошибку допустили вы, подходя к машине? Я не посмотрела по сторонам. Конечно. А почему вы не посмотрели по сторонам? Вы что, играете с приближенной камерой? Да. Немедленно отдалите, чтобы персонажа не видно было на экране. Отдалила. Потому что настоящий танк должен видеть все вокруг. Вот что вы видите, как танк настоящий? Я вижу корову справа, и прямо вдалеке стоит враг. О, черт! А что еще вы видите? Свою цель. А теперь? Что вы видите теперь? Медведь! Вот! Видите? Я приблизила во время боя. А зачем вы приблизили во время боя? Во время боя самое важное видеть что? Медведь! Медведь! Помогите! Пожалуйста, пуните в него. Это Джаза попросите. Спасибо большое. Фух! Так, не надо Джаза, пожалуйста, прессовать. В отличие от вас, видите, он не рвется в бой, не оценив обстановку. Покажи, Джаз Таке, как это делается. Извините, никого даже не пулит. У него здоровье хорошее. Да, и здоровье хорошее. Извините, молодец, Джаз Таке, молодец! И он даже не боялся кабанов, потому что он знает, что они желтые, они не нападут. Ах уж и как Джаз Таке. Конечно, берите с него пример. Мне то, что, представьте, прислали донат и пишут. Орг сейчас как самый талантливый на свете учитель, который всегда поддерживает ученика в его начинаниях и инициативах, тем самым повышая у него желание учиться. Вот, представляете? Вы отличный учитель, да. Ну что тут скажешь, я отличный учитель и идеально передаю свои знания по Варкрафту, даже несмотря на то, что она выбрала воина. Но, друзья, прошу, хватит мне писать в личку с вопросами о том, кем вам стать. Для этого ведь уже существует... Бесплатный курс по профориентации от Skillbox. Это прекрасная возможность вернуться к извечным вопросам, кто я и в чем моя сила, и попытаться найти на них достойный ответ. Если вы ранее уже задумывались о смене деятельности, но решили пока что не торопить события, то вот, пожалуйста, у вас есть возможность получить еще одно мнение и даже оценку со стороны. На этом бесплатном курсе вы сможете проанализировать свой опыт и сформулировать критерии новой профессии. Пройдете профориентационный тест, ознакомитесь с предложенными на выбор профессиями и даже в какой-то степени примерите их на себя. И далее, на основе всей полученной и проанализированной информации, вы сможете вернуться к изначальному вопросу. Хотите ли вы перепрофилироваться, и если да, то какая профессия вам подойдет? Python-разработчик, DevOps-инженер, Data Scientist, маркетолог-аналитик, графический дизайнер, фэшн-дизайнер, дизайнер интерьеров, SMM-специалист, таргетолог, продакт-менеджер, бухгалтер, сценарист, режиссер монтажа, разработчик игр, гейм-дизайнер, Demon Hunter! Эм, нет, простите, опечатка. Демон Хантером все-таки не получится. Курс полностью бесплатный, много времени не займет и будет всегда доступен в личном кабинете Skillbox. Ну и не забывайте, что только в ноябре в Skillbox проходит умная черная пятница. Скидки до 60% и второй курс в подарок. Все это, как и всегда, по ссылке в описании или по QR-коду на экране. Все, идемте. Представь, я собрал цветочки на могилу всем погибшим, которых мы сегодня встретим. Кроме кобальдов, которым вы отдаете честь. Ну вот, давайте отдадим честь этому погибшему. Шекотин, ну вы что, это же не наш. Еще двое. Но они не опасны, думаю, можно. Я возьму правого, вернее, Джастаки возьмет правого, выберите левого. Отличная работа, Джастаки. Да-да, Сапогат, вы тоже молодец. Отлично получается. Покажи ему, Джастака. Попако, молодец. Какая уверенность. Опа, видите, у него другое имя. Потому что это квестовый моб. И нам с него нужно было получить сраное жерелье. Кстати, у меня вторая степень жерелья. Так, кто это? Кто перед нами? Это люди. Я же вам объяснял много раз. Это неудачники. Неудачники. Конечно, все, идемте. Кстати, знаете, что Кобальты очень ревностно относятся к своим свечам. Откуда они взялись тут вообще, интересно? Ну, наверное, отец Кобальт и мать Кобальт. Какое-то время ходили на свидания. Возможно, даже обменивались своими свечами. И, возможно, у них было даже свидание при свечах. Надо убить кого-нибудь посильнее, Аркадий. Блин, я не хотел торопить события, но давайте убьем Трала. Он же, по-моему, с Орды. Его так просто нельзя прийти и убить. Ну, надо всего лишь прийти в столицу Орды, убить всех стражников по пути и затем убить Трала. Можно? Ну, конечно. Поехали, это приключение, погнали. Вы уже готовы? Да, я готова. Пойдемте убьем Трала. Вы увидели слабость Кобальтов и решили. Ну, тогда Трала-то, если я уж так сильно обстраиваюсь с Кобальтами, то Трала-то я завалю, да? Да, мы вместе с Джастаки точно справимся. Джастаки? Вы хотите впутывать в этот Джастаки? Джастаки смиренный ученик. Он не рвется выше своей головы. Он говорит, может быть, мне побить каких-нибудь волчар девятого уровня, мастер? Сейчас мы отправляемся с вами на самых ужасных существ всего Азерота. Ура! На Мурлоков. Пойдемте. Пойдемте. О, я сейчас пока зайду в кусты и отдам честь. Кому? Падшему герою. Мисси Куперу. Вы какаете? Я отдала честь. Ну, почему так мерзко пахнет? О, плавать нельзя. Плавать нельзя. Я отойду от воды. Когда-то один особо наивный и заносчивый гном не стал моим учеником. И это погубило его, потому что он сделал вот так. Идите сюда. Аркадий, вы в воде. Не переживайте. Там же дыхание. Я же утонул. Аркадий, не умею плавать. Да я же не умею. Я не прошла обучение по плаванию. О, нет. Меня бьет Мурлок. Кто меня спасет? У меня на берегу Мурлок. Аркадий, вы спросите, вернитесь. Боже, кто же спасет меня? Аркадий, умолю. Я сейчас утону. Нет, ну что же вы делаете? О, нет. Я не умею плавать. О, черт. Помогите. Идите сюда. Идите сюда. Пока. Идите сюда. Иду. Смотрите, как быстро бежит патрулирующий Мурлок. Ой, я под вами. Я под вами. Хорошо. Давайте. Кто дольше продержится под водой? Мы не должны так умирать. Мы должны умирать достойно. Герои, как викинги во время боя. Это я и хотел услышать. Идемте. Надеюсь, что все, кто умер, утонув, поняли, что они умерли не как герои, не как викинги. И вообще недостойно. О, смотрите, смотрите. Коварная обстановка. Мурлок в патруле с другим Мурлоком в случае, если сагрится один, сагрится сразу и второй. Что же делать? Эффект неожиданности. Какой эффект неожиданности было? Бежать и не провоцировать их. Их-то можно, они седьмого. Но будь они нашего уровня, а вы одна в воле. Да. Нормально ли, что у прислужника больше хп, чем у Софы? Вообще-то это джастаки. Ну, такой же ученик, как и Софа. Почему прислужником называть? А почему у него больше? Он же создан из магии. Он не существует, по сути, своей. В смысле не существует? Жастаки, не слушай ее. Он не существует. Он создан благодаря материи и вашим заклинаниям. Не материи, а матери. Правильно ударение ставьте. Так, Софака, очень важно. Ближайший к вам моб. Можно его выбрать в таргет на таб. Давайте порепетируем на этом кобальде. Да нет, куда вы в бой-то сразу? Мы репетировали просто в цель его выбирать. Я танк. Вы танк. Но вы совершаете ошибку моего ученика Лероя. Он тоже сначала залетал, а потом уже обдумывал. И при этом прославился. Как герой. Как Лерой, а не как герой. Вы обратили внимание, что Жастаки только что получил уровень. В смысле он получил? Он 12-го? Почему вы не поздравили Жастаки? Вы что, ревнуете к нему? Думаете, что если у него лучше получается... Что теперь? К нему надо вот так вот относиться? Секундочку, Аркадий. В смысле лучше? Я лучший ученик. А он так. Моя тень. Опять вы намекаете на его цвет или что? Почему это он вдруг тень? Почему вы решили не отходить чуть-чуть назад? Хотя у вас прямо под носом уходит второй лесной хищник. Они же не опасны, Аркадий. Они не опасны? А если мы с Жастаки постоим в стороне? Постойте, я сейчас вам докажу, что я способная. Вы способны убить двух волков? Да. Хорошо, пойдемте. Я найду вам двух волков одновременно. Ну, в случае чего вы уже вступитесь за меня? А-а-а, то есть вы решили живоспособно, но только лишь до наступления случая. Ну, подстраховать же нужно ученика, ведь когда вы учите плавать... Я не подстрахую своих учеников. Мне нужен еще лесной хищник, да, волк и молодой лесной медведь. Конечно, они всем нужны. Вообще-то команда. А еще мне нужны шкуры, но тут мы уже не команды. Тут хер вам, а не шкуры. И вот волк впереди. О, даже два, как вы хотели. Даже три. О, боже, что вы будете делать? Неужели вы ринетесь в бой? Их четыре. Хорошо. Их четыре. Видите, еще один. Видите, вы оценили обстановку? Да, вы можете спулить одного? Опа! И что вы сделали сейчас? Я разберусь. Вы разберетесь? А вы видите, что вы находитесь... Прямо идете на третьего еще вдобавок. А я отхожу к вам. Хорошо, вы отходите. Ладно. Вы воспользовались зельем? Немножко, чтобы подстраховаться. Но зачем? Чтобы сдать это задание. Чтобы мне джаз таки не мешал. Ведь я сдаю сейчас экзамен. Я лучший ученик. Но это не был экзамен. Вы просто ворвались. Почему вы съели зелье, а не мой камень? Объясните. Потому что это ваш подарок, а я его берегу. Да, но я же могу сделать еще один камень. Я могу их делать очень часто. Да? Конечно. А сделайте мне еще камень. А вы съели камень? Нет, я просто хочу еще один камень от вас. Нет, нельзя. Их можно только по одному таскать. Камень вы мне не дали. Камень я не дам. На каком уровне чат этот овощ научится жертвовать собой? Во о ком? А, я... Вы что? Меня овощем только что назвали? То есть вы подумали, что я хочу вами жертвовать, да? Ну, возможно... Я такой. На каком же уровне появится вот эта обилка знаменитая, да? Пожертвовать воином во имя контента. Я для вас просто обилка. Причем тут вы. Я о настоящем своем ученике от Жастаки говорю. В смысле о настоящем? Да я его... Иди сюда, мы можем с ним на один? Я его вызываю на дуэль. Хорошо, давайте. Все нормально, давайте. Нет, 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 подождите. Нет, нет. Все нормально, подождите, стойте, принимайте. А что мы будем? Нет, подождите. Нет, принимайте. С вами дерется только лишь Жастаки. Это насмерть? Нет, это обычно. То есть я не умру? Нет, не умрете. Я самый лучший ученик. Что ж, ну пока у вас... Я докажу. Вы что с лицом Жастаки? Жастаки, поднажми. Что такое? Жастаки, скотинам не бред с кристалл тратить. Мразь. Вы его отхилили? А нет, все, вот так. Я победила, я лучший ученик Аркадий. Но смотрите, что произошло. Из-за того, что вы убили Жастаки, теперь мы оказались в ситуации, в которой нам придется драться. Я не смогу этого сделать. Эффект неожиданности. Я сдался. Вы убили Жастаки. Ух. Моего... Моего сына. Все, теперь я заняла слот самой лучшей ученицы. Теперь это... Вы не занялись слот, вы забулили Жастаки. Вы сраный хулиган школьный, который забулил отличника, потому что у него прыщи очки большие. Теперь вы мне сможете доверять ключ от кабинета. Какой доверять ключ от кабинета? Человеку бедному на всю жизнь травму оставили. Посмотрите в глаза Жастаки. У него нет глаз. Боже. Потому что у него огромные очки, не значит, что у него нет глаз. А нет, есть. Так, идите разберитесь с медведем. Хватит тут отлынивать. Блин, он дружит с волком. И вы решили, что раз такая пьянка, у нас сразу троих. О, Жастака! Жрите камень! Жрите мой камень! Срочно! Мы справимся! Потому что с вами лучший ученик. Это не моя задача. Лучший ученик должен был спульть одного медведя. Привел его... Даже... Даже не с одним... Даже не с одним волком. С двумя! Это все из-за шкуры вы чихаете. Шерсть. Вы понимаете, что не будь Джастаки рядом с вами, вы бы сейчас уже создавали нового гнома. Но Джастаки, которого вы забулили, который... Которого вы... Какой хер ты бафнул ее, а не меня? Тупорогий маг! Алло! Спасибо. Нахера ей-то интеллект? Он мне нужен, я танк, я должна оценивать ситуацию. Да, и можно вы теперь не будете пулить трех мобов? Буду, мне по силам. Вам по силам! А подумайте о них! О тех, кому потом смотреть опять на прокачку с первого уровня. Хорошо, давайте такого просопа. Мы пришли сдавать квест. Кому? Где? Где сдавать квест? Так, он не в дереве. Он не над деревом. Возможно, он под водой в пещере. Я нырнул? Знавал я одного гнома. Это были последние его слова. Нет. Его там нет. Думайте, думайте. Вам бафнули интеллект, напоминаю. Который мог бы быть моим. Но получили его вы. Надо сначала выяснить, что тут за задание. Так. На север-долюки и разыщи стражей. Или хотя бы их останки. Вот, их останки. Добре рожденный детектив. Задание выполнено. Зафико, вы знаете, что вчера мне предлагали продать вашу смерть за 100 тысяч рублей? Да? Да. Почему мне никогда такого не предлагают? Я бы не согласилась бы, конечно, пока наше приключение не окончится. Я бы не согласилась. Наверное. Возможно. Ну, Зафико. Но вы же не согласились. Значит, вы цените ученика, Аркадий. Дело не в этом. Дело в том, что нечего слушать каких-то рандомных челов, которых все равно нет этих 100 тысяч. И все равно ничего не заплатят. Это все равно, что я вам скажу. Зафико. Зафико, Зафико. А говна поешь за миллиард долларов. Это, конечно. А если бы у меня был миллиард долларов? Я бы ни за какие деньги бы вас не продала. А за три миллиарда долларов. Пять миллиардов долларов. Просто надкусить. Может быть, ложечку. Вот! Вы и проиграли в этой игре. Потому что это херня из-под коня. Потому что теперь все будут знать, что вы готовы жарать говно за какие-то жалкие пять миллиардов. Жалкие пять миллиардов. Но все будут теперь такие... А-а-а! Да, вообще. Никаких принципов у человека. Все, мы убили принцессу, кстати. А, это принцесса бандитов? Нет, это кабанихо отцов. Мы только что кабанов убили. Просто кабанихо зовут принцессу. О, нет. А за что? О, боже, смотри, за что так? Идите сюда. Смотрите, кролик. На! Нет! И шкуру с него хватит! Это жестокий мир! Как хотите жалеть? Кабанихо принцесса... Вы просто не знаете ее лора. Но она съела своего отца. И изнасиловала сына своего. Калистраза, спасибо за пять лечебных баночек и мешков. Калистраза... Поцелуй разрушит чары. Софа, поцелуйте Калистразу. Да не сосиба! Должен поцеловать, иначе еще не снять проклятие. Так, правая кнопка мыши. Нет, наведите на него. Просто выберите его в цель, а дальше... Теперь в чат. Слэш, поцелуй. Оно сработало! Вы сняли чары! О боже, посмотрите! Из этого уродливого, ужасного медведя! Такая красавица вышла! О боже, она раздевается. Так, это уже... Это уже ко мне. Идите, добывайте банданы. Пошла добывать. Добывайте банданы. Да я пока вас оставлю. Угу. Да. Я сейчас... Что? Что происходит? Что вы сделали? Почему вы не едите камень, если вы чувствуете опасность? Я ем. Но сейчас вы зачем едите? Уже опасность миновала. Да мы все выполнили, мы молодцы, Аркадий. Нам осталось только сдать, наглотаться опыта и идти дальше. Конечно, а дальше у нас что? Дальше у нас смертельные земли. Что? Вы хотели опять блеснуть умом и выдумать локацию какую-то? Ну, опасность... Смертельные земли! Удар щитом изучить. Боевой крик изучить. Превосходство. На превосходство нет денег. Хорошо, я оплачу вам обучение. Одной не хватает монеты. Я вручаю вам в руки не просто подарок. Я вручаю вам нечто большее. Я передаю вам свое доверие и все свои надежды о том, что вы не уврете, как лох, вот с этим в карманах. Один золотой. Золотой? Один золотой. Ты что, зажралась из-за одного золотого? Я зажралась? Ты посмотри, как это пафосно стало. Посмотри. Ну, а что в этом плохого? Почему я не могу убить себя и свои средства? Я теперь богат. Какой, какой, ЧСВ. Перед тобой он на колени преклоняет. Дворфч. Обещая служить нам, Дворфч. Всего один золотой. И ты превратилась в такую, в такую стерву. Идем. У нас квест. Идем. Господи, да зачем ты его пишешь? Служи. Нет, мы не идем в Штормград. Мы сначала закончим с дробителем. С самым опасным. Да вы охренели, что леники воровать. Блин, это даже не настоящий Дворфч. Когда-то давным-давно был у меня друг Дворф. Что всегда приходил в трудную минуту. Мог подстраховать. Звали его Дворфч. Мы прошли с ним не через одно говно. В основном он его хавал за меня. Но я ценил это всегда. И вот теперь, когда я обрадовался возвращению старого друга, оказалось, что это не настоящий. Что дальше? Ненастоящая Софика будет бегать по этому миру. Идемте. Видимо, вам тоже придется посмотреть эту замечательную реплику. О том, как она пьет. Невидимое зелье исчезает. О боже, как же она орет. Походу, вы ей подсунули какое-то отравленное зелье. Она мучается. Зачем вы убили Софико? Ох, я не могу слышать ее крики. Идемте отсюда. Идемте. Она не успокаивается. Конечно. Я не знаю, чем вы ее напоили, но это просто отвратительно. Лучше бы вы просто убили ее. О нет, Софика! Он здесь! Где? Он жив! Вот он, впереди! Давайте его убьем, я готова. Ну вперед тогда, в бой! Быстрее! Это наша битва. Смотрите, как быстро улетает ваше ХП. Я не могу использовать это. Черт! Нам придется пригласить этого паладина, потому что он сделал грустные глазки. Мы его сейчас убьем. Почему ты использовал баночку? Потому что у меня было пол ХП, и чтобы не рисковать, так как жизнь одна, я использовала маленькую... Камень я уже съела. Когда? Это когда на нас напала толпа гиен, я решила использовать. Тогда почему ты мне не сказал, что тебе нужен новый камень? Мне нужен новый камень. Так, все. Спасибо. Мы должны переиграть эту битву. Как это переиграть? Мы же справились. Да, но в этой победе не было чести, ведь с нами был паладин. Но вы паладин. Кто вы паладин? Вы же паладин. Же паладин? А вы по классу же паладин. Нет, я не же паладин. А, паладин это воин света. Так, Аркадий у нас не воин света, он в подвале. Я похож на воина света? Точно, он подвальный. Аркадий, я отойду на секундочку в себя, я помедитирую. Меня поохраняете? Давайте. Я пока буду писать гадости от имени Софика. Шит, шит! Дик, дик! Нет! Почему? Софика, вернись! Вернись, немедленно! О, нет! О, нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Черт, почему именно сейчас? Почему именно здесь? иди нахер не на того напал а теперь покойся сми что ничего ничего он просто конечно что вы думали что-то произошло идемте нам надо наручи выбивать я съела камень хорошо камень да тоже вариант правильно камень лучше ядрена вошь я уже не могу дробителя видеть аркадий я хочу вам знаете я не знаю всех моментов и всех это пока я была в медитации частичка воспоминания ко мне возвращается я хочу вам сказать спасибо за что за все за что сов я просто ждал пока вы вернетесь все собирал траву читал чат так а пока идем сейчас мы сдадим тут квестик потом получим наград за дробителя там вроде тебе будет хороший меч числилу будить о гц 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 грац 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 какая-то вымахала потратишь все деньги клеймор я беру нет у тебя будет за дробителя я же тебе говорю не трогай ничего клеймор пожалуйста аркадий не нужен клеймор я проходила нужен какой он какой он аркадий вы не понимаете как dark souls все части проходила сколько урона в секунду больше чем смотри на показатель урона в секунду сколько 9 и 1 единиц урона в секунду 9 и 1 а ты получишь посох 8 и 9 за дробителя зеленый бесплатно не нужен хорошо стоп стоп а тут вы меня в банк отведете да ты могла бы подержать вот сейчас на место в сумках нет клеймор спасибо большое о боже у меня теперь есть клеймор это требуется 10 уровень тогда в квестин дробителя забери штаны кольчужные на три силы зеленые дадите аркадий что дождите плакать не смей плакать ладно можно было и поплакать конечно стой подожди а какие у альянса соседи мне пишут альянс сосед ну всякие слов разные но вот сама видишь здесь вот волки живут там вот тройки живут поэтому соседей много разных главное со всеми уметь договариваться орг почему ты не говоришь слова любви чатерсом сов ты могла бы сказать пару слов любви чатерсом пару слов любви но так чтобы знаешь чтобы растопить их сердце чат я вас люблю как клеймор не расставаясь никогда и вместе мы в бою всегда отлично софа любят вас как клей дальше не слушаю софа бегу-бегу я вспоминаю премудрости какие премудрости чему вы меня научили ну туда тут долго придется вспоминать столько столько полезных нереальных знаний вы научили меня одной простой фразе которая может описывать всю работу а танка да какой не будь как сахар а будь как чай не растворяйся растворяй нет нет сов я говорил совершенно иначе это фраза звучит так не будь как сахар а танчи твою мать вот а вот так звучит эта фраза не разбегайся разбегай нет нет не разбегайся а скотина тагра держи вот и по голове всем дай верно нет нет это уже задача дпс серов а керри в доте дэмэдж дилер понимаешь керри в доте он что-то значит дд вове не значит ничего как это не значит еще как каждая роль а самое главное сов вот хантеры ничего не значит ни в коем случае не не отвлекайся что-то на чем остановились до хантер видишь хантера в группе ливай сразу или говори я не буду с играть пока вы не кикнете я учу тебя концентрации ты можешь сосредоточиться на том что я говорю они на каких-то животных понимаете что принцессам будет петь не с кем где тут все же убила принцессу софа значит кабанчиком не с кем петь так и кабанчиков то убила мы убили разделяем ответственность осов смотрела смотрела звездные войны да смотри абсолютная власть это кто был это курочка маленьких может обидеть каждый а вы попробуйте мощно оругали своем что ж мы убили дробителя мы живы да вторая серия заканчивается и следующая третья серия будет узнаете потом конечно пока 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 отличного вечера доброй ночи спасибо пока пока